добрый день ребята всем привет из Ирландии с вами как всегда Юлия Андрей мы получаем ежедневно очень много вопросов по Ирландии потому как что тут происходит и принимают не принимают медицина ну все как обычно вот и мы сегодня не в библиотеке у себя в комнате нашей белоснежной комнате решили как-то с вами поговорить потому что периодически выставляем видео но это больше о красоте Ирландии горы океаны вот а сейчас вот такая будет информационная скажем так встреча ну расскажем да как у нас тут все происходит потому что мы давно не выходили на связь вот самый главный вопрос который нам задают постоянно принимает ли Ирландия принимают и это видно по нашему гестхаусу по нашему отелю к нам приехала буквально совсем недавно неделю назад порядка 25 человек да у нас новенькие просто хозяин нашего отеля у него есть помещение было которое пустое и он решил сделать там номера и вот пока мы здесь были 3-4 месяца там постоянно делали ремонт и сделали новые больше десяти номеров вторая часть помещения тоже пока вот в ремонте там еще будет где-то около десяти номеров и я так понимаю он что-то знает есть у него какие-то виды и ну в общем туда уже заселили около 25 наших людей мы пока точно не знаем они прямо с Украины либо может быть кто-то из других стран заехал там спрашивают могут ли люди заехать там с Польши еще мы еще пока не перезнакомились но то что люди заезжают это но я знаю точно о нашей знакомой которая тут живет у нее родственники из Польши которые жили почти вот там ну сначала им дали защиту ну опять же это все-таки настолько индивидуально Ирландия продлила защиту до 4 марта следующего года да продлила автоматически то есть никаких документов давать не будут дополнительно да то есть это на момент сегодня на 8 марта смотрите информацию в группах в телеграме или в группах украинцев в Ирландии и я не знаю может кто-то смотрит нас кто недавно приехал то есть напишите тоже в комментариях я перед тем как мы сюда ехали читала очень много информации что люди приезжают сюда и начинают болеть очень часто ну как бы я ну скептически к этому отнеслась потому что мы болели болеем редко ребенок тоже вообще практически я никогда не не было у него ни кашля там температура только ну там когда зубы резались ну мне казалось что ну мало ли может люди да такой иммунитет у людей приехали болеют и тут мы поняли что все-таки это правда тут мы приехали насморок который длился два месяца это для меня вообще что-то такое нереальное то есть для меня ну такого никогда не было и ничего не помогает и чуть-чуть легчает и опять с новой силой горло и так по кругу и уже после того как в очередной раз я сходила к врачу мне прописали антибиотики и стероиды первый раз я в жизни принимала их три дня и это лечение мне помогло вот до этого вообще ничего не помогало какая-то инфекция что организм не мог справиться сразу скажу что записываться к врачу было на самом деле легко записываться даже день в день с этим проблем вообще не возникало и ну все лекарства которые идут по направлению врача но не все но большая часть по мед карте они стоят 1 евро 50 центов вот это такая цена мне кажется это мы платим просто за упаковку потому что они дают специальных баночках и работа фармацевта который там это пакует и лекарство дает точно на столько дней насколько вам прописал доктор примеру и дали прописали стероиды на три дня и такой баночки дали стероидам на 3 дня да вот такая баночка здесь вам дадут точное количество то есть там три таблетки в день на 10 дней все я так понимаю чтобы человек сам себя не лечил там как хотел процессе когда юля болела у нас постоянно кашля кашлял ваня то есть это был такой хронический бронхит какой-то месяца два-три до но еще мы заметили что у него поднялась температура 40 было ребенка недавно недели после тоже крючок оказалось что у него инфекция в ухе какая-то была тоже но мы заметили он так ушко держал тоже мы прописывали антибиотик который день не подошел потом 2 в общем слава богу все нормально но многие у нас в отеле и вообще в ирландии страдают кашлем причем он у них переходит в астму и у них никогда не было люди просто спрашивают ну не то что спрашивают они ищут жилье себе да допустим и описывают свою ситуацию что у них у ребенка астма поэтому нужны какие-то условия вообще не понимаю как сюда с астмой ехать это вообще не благоприятные условия для таких людей да тут еще хуже будет вот у разом за наши предыдущие марта кстати с праздником женщины да и я недавно общался со своим другом он меня инструктор йоги и в общем мы давно дружим зажник зажник да ну вот конкретно зажник здоровый образ жизни и помню говорит пусть жена говорит у тебя есть так болит пройдет эту калаваду я вспомнил что оказывается я просто знал эту тему но вот это когда но я почему-то что-то не подумал в общем и мы решили юлю почистить почистить да в общем это такая очистительная программа вообще компания называться coral club ребят это не ну что тут какую-то рекламу забегаю там я просто проходил эту штуку раз 10 то есть я уже почти 10 лет в этом клубе но это клуб и большинство продуктов я здесь пил ел на себе пробовал мы купили или заказали это международная компания заказали эти продукты и вот коралловый кальций ну почему car coral club как коралловый кальций и сама вот эта программа очистительная калавада то есть все нужно начинать с того что человек должен просто научиться пить воду и правильно пить воду им и пить свою норму воды перед чисткой нужно просто июле было 7 дней хотя бы 7 дней пить вот коралловую воду это вода вообще советует месяц я читала вообще советую всю жизнь но пить воду и хотя бы недельку да вот в общем бутылка в ней плавает вот такой королек я не знаю видно не видно да вот она становится мутной потому что качество воды не очень коралловый индикатор вот и вот она неделю пила воду и диета расскажи про диету что там но я хочу вообще рассказать вообще для чего это программа помогает очистить организм от токсинов застоявшегося содержимого кишечника активировать работу пищеварительной выделительной лимфатической систем повысить жизненный тонус работоспособность и улучшить состояние кожи длительность 14 дней то есть она делится на два этапа на три этапа да но две недели то есть для для чего это надо вот конкретно для юли это для поднятия иммунитета для чистки организма чистки лимфатической системы ну потому что вот первый этап допустим тут все очень так понятно каждый этап разделен по коробочкам есть инструкция и рецепты то есть питаться нужно по-другому вот тут тоже написано повышение работоспособности то есть рецепты разные также написано от каких продуктов нужно отказаться вот кстати мы можем сказать от чего но мучное понятно мясо это вот на время чистый то есть сладкое алкоголь самостоятельно вот первое первый этап длится 7 дней и на этом этапе кушать можно но не все нельзя есть консервированные продукты полуфабрикаты мясо птицу молоко молочные продукты яйца ну хлебобулочные изделия алкоголь кофе какао самое сложное сахар и соль ну понятно что все сладости тоже исключает полностью исключить газированные напитки фрукты и овощи тоже нельзя некоторые например виноград яблоки бананы абрикосы груши дыни бобовые горох посоль чечевицу кукурузу картофель капусту белокочану нельзя но то чего чего пучит ну ты не праве я том что я уже неделю до юля уже прошла первый этап первый этап нем были вот такие же но это уже второй этап она пьет сейчас видите двоечка там была такой же единичка но там было больше пилюля в этой коробочке таких пакетиках таблетки на неделю то есть нужно пить утром и вечером поэтому там было больше таблеток по 10 там было день это базы это все здесь на травах в общем можно конечно почитать но это будет долго в в общем все что нужно для пищеварения для очистки набор трав определенный да вот и пробиотики ферменты вот клетчатки минералы витамины это все здесь есть ранец принципе не голодает только вы не доедаете мясо ничего то данный организм получает все из-за из этого питание будущего того все в банах вот и 7 дней ты пьешь вот это первый этап таблетки и диета такая вот диета из фруктов кстати очень много ограничений можно только цитрусовые ананас киви каши на воде можно сырые тушеные на воде вареные овощи фрукты и салаты овощные супы на воде вареная или тушеная рыба кисломород улочные продукты кефир но без сахара без всяких там наполнителей сухофрукты можно и выпивать не меньше полтора литра воды вообще норму рассчитывать 30 миллилитров на 1 килограмм веса если я вешу примеру сейчас нам сколько ну 80 или там 75 умножая получается больше двух литров 2 2 и 4 2 и 3 день чистки чистки да эти жена помолодела что вот получается у меня на завтрак опять йогурт добавила я туда семена чина и можно еще мандаринки а вот бананы это запрещенка запрещенка в принципе вот сегодня третий день как тысячу сто процентов мясо забирает всю энергию ночью спать не могла потому что хотелось бегать впереди четыре дня без еды мама вот четыре дня без еды это будет сложно но посмотрим я расскажу пока все нормально пока есть есть выборы есть единственное что мне не хватает а мне хватает потому что ничего нас такую кашу не дают но если добавить рыбку курса вкусный салат это всем добавила ну это семена чиа все те же я просто все получаются просто овощи и семена чиа да еще и все и все и все и масло какое оливковое короче это ужин да ну да нормально я считаю ужин ну а в течение дня что я делаю орешки плевало чуть-чуть орехов на завтрак на завтрак что я ела а йогурт ну пока звури да ну в общем не голодает чеба нормально на обед кстати я ела борщ ну без мя масла или с картошки и чуть-чуть гречневой каши фрукты мандарины ела яблоки не ела в общем-то все понимали что мы не будем окей и второй этап это самый интересный то что она сейчас уже начала проходить сегодня первый день да то есть соответственно сегодня 8 марта все пьют гуляют а ты сейчас тоже пьешь и гуляешь это номер два это те же таблетки но немножко другой состав и вот эта штука то есть это белая глина плюс там еще состав входит подорожник еще какие-то травы в общем это сорбент ничего не кушаешь то есть в 4 дня она будет ничего не кушать но вместо еды она пьет 4 коктейля 4 таких вот пачечки коктейля в день вот я хочу прочитать что сюда входит ну этап очищения что это то есть этап длится 4 дня основной компонент этого этапа коктейль из порошка коловада микс содержит в своем составе большое количество пищевых волокон набухает в кишечнике они обволакивают и выводят застоявшиеся содержимое способствовать тщательно очищению кишечника вот 8 пакетов и в общем 8 капсул суперфлоры то есть еще кстати да еще нужно пить каждый день тут тоже есть отдельно еще таблеточки это суперфлора это таблетки суперфлора но это пробиотики да их нужно пить каждый день во время всего курса ну вот смотрите получается человек жил всю жизнь да вот питался три раза в день там закидывал туда какую-то еду оно там все бродило переварилось и когда ты пьешь эти пакетики с глиной они вот один пакетик увеличится в 40 раз то есть нет такого ощущения голода я как коктейль выпил и где-то на второй день на третий ты начинаешь ходить в туалет по большому ну понятно именно этой глиной а до этого что не ходишь? нет ну ты ходишь ну вот ты сейчас с тебя сейчас выйдет то что ты накопил например вчера а уже глина начнет выходить через несколько дней она там просто увеличится в 40 раз и сорбирует это все отложение эти зеленые какие-то камни это все просто выходить будет ужас ну я не знаю как у тебя с людей выходят страшные вещи бывают выходят какие-то паразиты гельминты там нереальные какие-то которые там жили то есть происходит чистка организма ну к примеру я когда прошел первый раз ну это мой опыт минус 7 килограмм мне было за две недели то есть у меня было 90 там кажется ну вот 7 килограмм с меня вышло ну я не скажу что там прям большой живот был ну и был животик такой весь то есть выходит все что вы накопили вот там все сорбируется и выходит вместе с этой глиной она вот такая знаете как становится как пластилин такой и вот это пьется 4 дня 4 дня пьется коктейли и таблеточки да? номер 2 да таблеточки надо пить в промежутке между приемом глины потому что глина тоже их сорбируют они должны впитаться в организме вот и Юля сегодня выпила уже один пакетик пакетик или как тебе находится ну я пила его можно запивать соком натуральным ну в перемешку с водой я пила соком то нормально абсолютно просто некоторые говорят что он очень противный я пил с водой в идеале с водой но на вкус он такой ну как сорбин такой берешь пакетик высыпаешь в шейкер покажи шейкер да ну лучше в шейкере в шейкер здесь есть сеточка ну шейкеры разные бывают да вот все сюда наливаешь сок с водой сверху эту глину высыпал просто закрыл переколотил и сразу выпил долго ждать нельзя потому что он начинает набухать вот и так вот 4 дня питаешься глиной вот и потом будет третий этап третий этап это вот третий этап восстановление да это восстановление да после уже пройденного тут тоже такие таблетки но нельзя сразу там бросаться на еду их уже меньше да но это насыщаем микрофлору кишечника шесть надо аккуратно восстановление три дня лучше больше лучше недельку аккуратно то есть не наедаться мясо мучного просто я вам скажу так после очистки просто пропадает желание ну скажем так кушать вредные продукты то есть такое ощущение что помыл машину и опять заехать не хочется ну это у нас обед суп всякие бутерброды а вот мой обед и так она будет питаться четыре дня давай ага значит мы берем этот хорошечек а да поподробнее покажем то есть это это суп с водой натуральный 50 на 50 с водой а? нет, спасибо вот так вот перед теперь нам надо вот так вот он выглядит в общем да закрываем главное надо закрыть крышку и хорошо закрыть в общем все она получается такая как густой смузи но если быстро не выпить то она загустевает будто каша будете ложкой кушать ну все можно пить я лучше а я открываю потому что через это неудобно такой обед балансированный у нас как раз сейчас у всех обед у меня как раз получается ну вот смотрите какая она да? очень густой вот такой вот ладно ну давай пей а то еще хуже будет ммм уже застыло да? давай 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 можешь добавить сока немножко ну все приятного аппетита тебе спасибо Юля сейчас это будет проходить если интересно потом она расскажет свой результат ей еще ей еще неделю проходить да? через неделю вот посмотрите как поменяется моя жена кроме того что человек худеет там чистится меняется в лице с таким питанием можно похудеть ну энергия появляется у человека по крайней мере меня спрашивают а как тебе ну лучше или хуже ну хуже ну хуже точно нет первые дни мне вообще как-то легко было сейчас я уже привыкла она ночами не спала потому что спать не хочется энергии мало энергии да усталость постоянно нет настроения там много продуктов в этой компании на самом деле мы там еще купили дополнительную баночку ферментов можно купить ну в общем много чего интересного не буду витамины минеральный комплекс да он не входит в комплекс это отдельно вот этот набор для очистки вышел что-то порядка 100 евро 90 евро этот двухнедельный скажем так набор в общем это клуб у каждого у меня есть номер и я когда зашел на сайт просто забил свой номер открылся мой кабинет я выбрал что я хочу и мне приходят продукты уже то есть я покупаю это все на свой номер со скидкой скидка 20% вот и это скажем так реферальная программа работает в этом клубе то есть я могу снизу оставить свою реферальную ссылку и если вы на нее нажмете вы пройдете в этот на сайт этого клуба можете зарегистрироваться у вас будет свой номер вы сможете себе покупать ну посмотреть на сайте что там продают вообще ну очень интересно и к примеру пройти такую очистку организма есть мало видео тоже на ютюбе которые рассказывают как люди рассказывают что они много болезней вылечили ну то есть разные на самом деле тот же рак тоже много заболеваний людей от того что токсины в организме и они просто там откладываются и вы сами понимаете это все мусор который вы не выносили много лет из дома он там воняет киснет плюс представьте мясо которое человек потребляет каждый день я оставлю еще видео по этой очистке просто доктор рассказывал так подробнее может быть чем мы там ну да и результаты рассказывал как это все проходить если будет интересно добро пожаловать в клуб мы будем заканчивать будем прощаться всем здоровья самое главное это здоровье берегите себя следите за своим организмом чистите свой организм и постарайтесь правильно питаться потому что так приезжаешь вот в отель и у нас вот вот такие рулоны хлеба порезанного и этот тост и вначале вот эти тосты тосты все мы уже мы уже хлеб не едим полностью пишите в комментариях может кто-то уже проходил такую очистку может кто-то слышал знает если есть вопросы по Ирландии пишите вопросы по Ирландии будем стараться искать какие-то ответы отвечать пока ребят до встречи пока